всем привет меня зовут саша saint rider и вы находитесь на канале flow form посвященному созданию музыки на мобильных устройствах ну вот и наконец-то я добрался до французского разработчика а из инструментов близ и сегодня мы разберем его новый аудио эффект который называется гранулайзер близ гранулайзер это аудио эффект который работает по следующему принципу получая входящий аудиосигнал он генерирует короткий сэмпл иначе говоря гранулы а далее при помощи параметров модуляции мы можем всячески эти гранулы изменять таким образом получая очень интересное звуковое полотно а также сегодня разыграю четыре бесплатных кода на этот интересный эффект для участия необходимо подписаться на мой youtube канал поставить лайк этому видео обязательно написать комментарий под этим видео и подписаться на авиас комьюнити музыкантов мусс яблоки ссылка будет в описании большое спасибо разработчику близ за предоставленные коды всем приятного просмотра и давайте начнем обзор давайте сперва посмотрим что представляет из себя этот плагин если вы первый раз открыли мое видео на канале и не знаете что это за приложение она называется и м обязательно посмотрите полноценный обзор на моем канале по этому приложению в ем у меня загружен небольшой демонстрационный набросок в этом проекте мне играть бит бас и вот такой сэмпл калимбы тут меня висит две инстанции гранулайзера давайте послушаем как они звучат вот первое вот такой волшебный эффект получается благодаря этому плагину и второй вариант хочу заметить что это не делай хотя немного эффект похож но давайте изучим этот эффект на более простом варианте это будет вот такая простая одна нота в синтезаторе кстати это синтезатор тоже от компании близ называется альфа я его включил соло послушаем что он играет просто одна нотка добавим на него гранулайзер вот так выглядит по умолчанию эффект давайте сперва пробежимся быстро по интерфейсу сверху здесь вот пресса ты рандомизатор то есть рандомизирует все ручки фильтр шины чуть позже покажу как они работают вот это основное окно работы с гранулами и выход синтезатора в котором есть общая ручка громкости и drive at подмешивание сухого и обработанного сигнала углубимся в изучение для начала мы сбросим пресет зайдем в пресеты выбираем дефолт включаем play сейчас мы слышим что drive at работать на 50 процентов для изучения сделаем пока на 100 процентов и сейчас мы не слышим никакого эффекта точнее слышим но он очень редкий сейчас работает режим free то есть он работает свободно в зависимости от миллисекунд в этом регуляторе мы это видим для более лучшего понимания я включу режим beat то есть он будет работать в метроном нашего проекта сейчас мы видим что на 125 удар в минуту начнем изучение с вот этой ручки density это количество этих гранул то есть сейчас мы видим что 1 4 по идее мы сейчас запустим и услышим четыре удара за такт так и есть но они накладываются друг на друга и вот эта ручка offset эти четыре гранулы которые в данном случае появляются мы сейчас немножко рассинхронизируем между собой сделаем количество повторений больше далее мы видим ручка сайз это размер этих гранул кстати обратите внимание что возле каждой ручки есть такой параметр random сама вот эта кнопка не нажимается она означает что вот эта ручка рандомизация и количество рандомизации собственно указывается этим параметром пока что мы изучим без рандомизации чуть позже мы к ним вернемся и так вернемся к сайзу сайз это длина каждой записанной гранулы я напомню что гранулятор работает по следующему принципу у нас есть сухой сигнал вот послушаем его вот он в чистом виде какой есть и вот мы подмешиваем записанные гранулы то есть плагин в реальном времени сигнал записывает и дублирует давайте вернем на сто процентов и вот получается что сайз это и есть длина записанных гранул но давайте поставим например один такт послушаем как звучит это длинная гранула более короткая гранула совсем коротенько если поставить density больше то соответственно эти гранул становится больше и вот в этом окошке мы видим их пульсацию ручки pan мы можем гранулы направлять влево вправо по стереополе ручка воли мы делаем громкость этих гранул то есть получается вот сейчас мы убрали полностью в ноль но сигнал при этом все равно есть добавим обратно на сто процентов двойным кликом сбрасываются ручки по умолчанию теперь нам пригодится как раз рандомизация давайте рандомизируем панораму и вот сейчас все эти полученные гранулы то есть 32 гранулы за один такт будут в реальном времени распределяться но это очень много гранул давайте поменьше сделаем например 1 16 вот этот параметр это воспроизведение сейчас идет воспроизведение от начала до конца сэмпла если поставить на ноль то некоторые гранулы будут работать вперед некоторые назад но чтобы это лучше услышать мы сделаем подлиннее сайз его слышно как некоторые реверсом играют это даже видно а некоторые работают вперед вот этот параметр шейп делать огибающую гранул сейчас мягкая гибающая то есть плавная атака плавный дикей можно сделать резкий звук вот мы видим параметр тюн сейчас стоит по умолчанию fine то есть такой какой есть можно поставить майнер и подмешать уже вот этой ручкой рандомизация количество минорных воспроизводимых нот уже круто звучит далее мы подключим фильтр например вот low pass high pass и все наши гранулы сейчас пропущены через фильтр также например можно сделать шейп рандомизировать то есть какие-то гранулы будут более мягким какие-то более острыми то есть еще более непредсказуемый эффект послушаем как это звучит с подмешкой сухого и обработанного сигнала вернемся в режим воспроизведения и можем сделать все гранулы только реверсом можно выбрать например октаву из какие-то гранулы будут ниже играть какие-то выше по хроматике то есть и ноты будут звучать хаотично по всей октаве давайте вернемся в минор громкость тоже рандомизируем и последний параметр ворн этот сатуратор таким образом небольшая сатурация будет добавляться на гранулы это еще визуально отображается видите как подъем некий давайте сделаем рандомайзер то есть какие-то гранулы будут обрабатываться какие-то нет таким образом создается большая динамика между гранул вот таким образом со всеми этим параметром можно играться получать очень интересные результаты подключим колимбу бас давайте добавим реверб ну вот собственно такая красота благодаря этому плагину получается и напоследок давайте посмотрим как работают эти бас инстанции для того чтобы они работали нам необходимо этот гранулайзер также активировать на других дорожках у меня здесь есть еще один пример вот еще один синтезатор послушаем вот еще одна нота теперь вместо добавление эффекта мне в ем необходимо выбрать мульти бас аудио юнит инстанс в обзоре по ем я рассказывал что это означает это добавление как бы этого плагина на работу другого канала выбираем вот и таким образом сейчас наш гранулайзер будет работать на двух каналах неважно с какого окошка мы откроем давайте с этого включаем play подключаем вас вот он уже работает и сейчас гранулайзер получать два сигнала при помощи вот этих басов первый бас это тот на котором висит сам гранулайзер второй бас это собственно синтезатор который мы добавили ну и тут можно экспериментировать с двумя полученными сигналами кстати говоря если зажимать это окошко и направлять влево вправо то мы будем одновременно управлять панорамой и плотностью density еще хочу заметить что рандомизация каждого отдельного баса происходит отдельно то есть это абсолютно разные гранулы с разными параметрами обработки как раз благодаря этому получается такой многослойный интересный эффект если это видео вам понравился было полезным обязательно поставьте лайк напишите комментарий не забудьте также подписаться на мой канал но если вам вообще нравится то что я делаю то вы также можете поддержать мой канал материально ссылку вы найдете в описании это канал flow form с вами был саша saint rider до новых видео а а а Продолжение следует...